Сегодня на 28-й день операции «Несокрушимая скала» атмосферу в стране, вернее всего, назвать всеобщее недоумение. Люди не понимают, почему и как свернута операция, и закончилась ли она вообще. Недоумение не только рядовые граждане, но и журналисты, и аналитики, и даже депутаты Кнессета. Как известно, после срыва Хамасом последнего перемирия и захвата офицера Цагала, вместо обещанного адекватного ответа, неожиданно последовало сворачивание операции и вывод из газа сухопутных войск. Член Узкого кабинета безопасности и глава МИДа Виктор Либерман выступил сегодня в парламентской комиссии по внешним делам и обороне, чтобы прояснить ситуацию. То, что решено, это лишь завершение первого этапа – ликвидации туннеля. Нет никакого решения о прекращении всей операции. Сейчас перед нами три опции – политическое урегулирование, подавление Хамаса и третье – типа лимба. Нечто неопределенное, что, на мой взгляд, неприемлемо. Нормальная страна не может зависеть от решений террористической организации – нарушить мир или нет. Итак, урегулирование или разгром Хамаса? То, что мы слышим из Каэра – требования от банд, которые сейчас правят газой – абсолютно бесплодны. Переверженца второй опции – разгрома Хамаса – в Израиле сейчас абсолютное большинство. Но многих тревожит. Что будет после? Кто будет править газой? Понятно, что Махмуд Аббас не продержится там и месяц. Кроме того, он такой же друг Израиля, как и Хамас, только умнее и хитрее. Здесь тоже есть разные варианты. И одна из идей – международный мандат, мандат ООН. ООН получила мандаты в Восточном Тиморе и Косово. Они вполне успешны. Поэтому нужно взвесить возможность возвращения мандата на управление новой газой ООН. Конечно, при согласовании с палестинской администрацией. Я полагаю, что это скорее должно быть соглашение. Вывоз ракет и разоружение газа, а палестинцы получают экономический пакет – порт и аэропорт. И все это должно быть под контролем США на долгие годы. Мы избавимся от обузы. Почему мы должны обеспечить газу водой, электричеством и мукой? Я думаю, от такого решения выиграют все стороны. Мандат ООН? Я плохо понимаю, что это. Я считаю, что перед дипломатическим процессом нужно довести до конца операцию «Несокрушимая скала» и взять газу под военный контроль. Цель не оккупация, а так, как было в Иудее и Самарии. Там, где нет Цахова, страдают жители Газы, страдают граждане Израиля, продолжаются ракетные обстрелы. И не только обстрелы. Хамас все время подстрекает арабов, иудеи, Самарии и Восточного Иерусалима. Сегодня араб-больдезерист насмерть задавил в Иерусалиме прохожего, а затем перевернул рейсовый автобус, ранив водителя и нескольких пассажиров. Террорист был застрелен полицейскими. Чуть позже в районе гора Цефим мотоциклист выстрелом тяжело ранил солдата на тримпиаде. Всеми средствами Хамас пытается продолжить войну, чтобы выйти из нее только на своих условиях. Гидом Дубинский Алла Казакова, специально для Артен, Израиль.